Городок Опа-на, вот это да, вот это я понимаю, вот это забота о людях, Дедушка Мороз подарки нам принес, Деда, одни Снегурочка Ты что, парень, поплыл? Какая Снегурочка? Снегурочка, Снегурочку в женское отделение посадили Дедушка Мороз Дедушка Мороз Здравствуйте Привет Здравствуйте Спасибо вам большое Где ты был? Где ты был? Где ты был? Да, кому ты веришь, кому ты веришь, он же соврал Не врал я Он соврал, причем, ты же дважды соврал, он дважды соврал Ну, ну ты сама подумай, во-первых, во-первых, ты же взрослая женщина Ну, ты же, значит, никакой бабы-яги в принципе, ну не существует, ну нету бабы-яги, ну нету Какая баба-яга-то, ну ты подумай сама-то, что за баба-яга? Тい забрал, ты за баба-яга- плать! не забрал, а во-вторых, а во-вторых, А во-вторых, мы пили с ней не водку, а шампанское Слушайте, Мусина, а вот вы ха Чик? Да, я нынщу это гордое имя Алло, это вот он, Хачик. Это Хачик. Тоже Ларка рассказывала. Ларка, Ларка. А вы Ларку ждете? Я жду прекрасную даму. Лицо, руки, ноги, глаза. Имени не помню. Ларка, имени не помню. Ой, она Ларка тут рассказывала всему двору. Что вы такой уникальный. Потрясающий. Необычный. Вот уникальный мужчина, да? Я знаю, сколько времени можно ждать уже, а? Новый год вот-вот, а она все не идет. Она и не придет, она просила сказать. Кто? Кто, да. Она не придет? Она не придет? Я ей покажу. Я ей такое покажу. Слушай, Хачик, тут уж раз такое дело, так может, ты и мне покажешь, а? Мой дорогой, любимый мой. Ну, просто мне бы хотелось выпить на пороге нового тысячелетия за то, чтобы, как говорится, все хорошее перешло с тобой и в Новый год. А все плохое, все мерзкое, отвратительное, все то, что тебе обрыдло, все то, что ты так ненавидишь, чтобы осталось в старом. О! Золотые слова! Спасибо. Счастливо оставаться! Коля, ну куда ты идешь-то, ну? Ну куда ты идешь-то, что ты молчишь, ну? Ну я не скажу никому, куда ты идешь, Коля, ну куда ты идешь-то? Ну что ты, ну куда идешь-то, ну скажи, куда идешь-то? Никому не скажешь. Ну, ну никому, побожись. Ну, ну да. Брат, ну, на Северный полюс иду, брат. Да ты что? Хочу Новый год отметить. Все-таки 2000-й. Елке хочется как-то по-особенному. Айда со мной, Вася! А пошли? А? А? А пошли? А ну, что, не долго идти-то? Да ну фигня. Одну ночь. Да ну фигня. Но полярную. Да ну фигня. Я все решил. Идем на жидком топливе. Ну, я там рассчитал так, не точно, плюс-минус, где-то 3 литра на 100 километров. Я взял полные санки. Слушай, а далеко идти-то? Две тысячи километров. Давай. Городок 2000. Давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Придем на полюс. Прославимся, денег заработаем. Ой, деньги-деньги. От меня из-за денег жена уходить собирается. Были бы деньги, я бы и на Новый год духи купил. Французские. Что? Больше избавь. Больше избавь. Даже не думай. Даже не думай. Ты что? Они же значительно хуже наших. Значительно хуже. Одно название, что французские. Видал я их. На вкус обыкновенный тройной оди кого. Что ты? Давай-давай. Давай-давай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ух ты. Я чего-нибудь могу, извините, так сказать? Спасибо, я сам справлюсь. Нет, просто здесь у нас, так сказать, французская косметика. А вы уж как-то так альтернативно больно как-то. Да, у вас здесь здорово. Красиво. Пахнет хорошо. Дружище. Вы знаете, ой, лучше так, да. Вот там, вот буквально рядышком. Потрясающий стенд. Значительно лучше, интереснее, чем у нас. Более того, это наши конкуренты. Да нет, спасибо. Мне у вас больше нравится. Знаете, я вот так могу часами, часами могу стоять, вот смотреть на вашу продукцию. Такая прелесть. А вы бы не могли часами стоять и смотреть на их продукцию, если я вам дам 100 рублей? Нет, не могу. Ну почему? Я так. Потому что они уже дали мне 200. Ну что мы здесь застряли? Ну давай уже, пойдем уже куда-нибудь, пойдем уже. А вдруг у нас компас барахлит? Компас барахлит. Надо по звездам ориентироваться. Звезды никогда не обманывают. Вот где-то должна быть тут полярная звезда. Кстати о звездах. Была у меня одна популярная звезда. Пивичка у меня была одна. Она меня тоже никогда не обманывала. А мне всегда говорила, где изменяла, с кем и как. Иван Иванович, ну что там с твоим гороскопом? Да-да-да. И так, выразились в год огненной лошади под знаком Девы, а под покровительством Венеры, робкой, нерешительной. среди женщин теряетесь и боретесь с этим недостатком. Ну и зря. Двухтысячный год, а это год дракона, мужчины, принесет вам большие изменения. А вот сейчас вы протянете руки над фаллическим, магическим, магическим шаром, господи. И мы узнаем, кем вы были в прошлой жизни. А ведь в прошлой жизни вы ведь были женщиной. Да. Ну вот. Но с понедельника я начал совершенно новую жизнь. Зачем? Все, 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 все. Обязательно должно быть вот на новогоднем столе. А какой у нас следующий год не барана? Нет, дракона. Тогда обязательно должен быть кетчуп Балтимор. Почему? Потому что кетчуп Балтимор не любят только бараны. Компания Балтимор наш томатный спонсор. Компания Балтимор Балтимор Многие помнят, что после битвы при Ватерлоу император Наполеон Бонапарт Новый год встречал на святой Елене. Но немногие знают, как выглядела эта Елена. Я счастлива, познакомиться с вами и сделаю все возможно, чтобы вы здесь были согреты женским вниманием и теплом. Мадмуазель Елена. Мадмуазель Елена. Хочу вас спросить, но никак не решаюсь. Вам, Сирь, позволено все, абсолютно все. Откуда у вас такие роскошные волосы? Ну, в общем, волосы. Точнее, усы. Вы знаете, почему-то всех мужчин интересует именно этот вопрос. Они достались мне по материнской линии. По материнской? Скажите, а как выглядели ваша бабушка и дедушка по материнской линии? Дело в том, что по материнской линии у меня не было бабушки. У меня было два дедушки. Городок Двер тысячи. Я не могу. Не ныть, держаться! Зачем мы что-то поперлись? Ну, зачем? Ну, замерзнем, чертовы бабушки. Чего? Дойдем до полиса. Мы будем замечательными людьми. А нас все газеты напишут. Правда? Правда. Представляешь, на первой полосе вот такими буквами на Северном полюсе найдено два замерзших трупа. Жизнь замечательных людей. В жизни каждого замечательного человека бывают звездные мгновения. Такое бывает один раз, бывает два, а бывает три, два, один, пуск. Ну, ребятки, сегодня опять запускаем. Сейчас, понимаешь, космонавты очередного привезут на кнопку нажмем и так фух, и, как говорится, дыряем дырки в кительях. Фу-ты, но учтите, на секунду опоздаем, всем голову поснимают, всем и мне. Всем понятно? Вызываю пуп, вызываю пуп. Эй, алло. А, это ты молодец. Ты там, это, сиди, понимаешь, тихо, хуйка. Не волнуйся, мы тебя сейчас запустим. Не надо меня никуда запускать. Так, начинаем. Я не космонавт. Отсчет. Техник я, я тут оборудование проверяю. Фабилия у тебя какая? Керешковая, Валя. Терешкова, Валентина. Ты, это, Валь, ты, это, шлем, один на пять случился. Ну, как говорится, пять, четыре, три, два, у вас что? Крыши поехали! Что она сказала? Она сказала, поехали. Пуск! Центр управления полетами нашего городка поздравляет Валентину Владимирну Терешкову с Новым Годом, просит не обижаться на шутку и желает счастья. Только не спать. Не спать. Не спать, друг. Заснешь, замерзнешь, даже ничего понять не успеешь. Станет тепло, приятно и привет. Не спать. Посмотри, посмотри, какая красота вокруг. Как в сказке. А у сказки всегда хороший конец. Да, хороший конец. Станет тепло, приятно и конец. Сказка о сером веществе. жил-был царь большого ума человека. И родился у него под Новый Год сыночек. И рос он не по дням, а по часам. только мочи сынки шибко но отставали. Пап, папка, а что в нашем роду все такие? А какие такие? Какие? Такие умные. А это потому, сынок, что в нашем роду ум передается по наследству. Атоцак, сынок, атоцак, сынок, атоцак, сынок, атоцак, сынок, атоцак, сынок, по наследству. Пап, а когда ты коньки отбросишь? А как это? Ну, помрешь ты, когда? А что? Ну, чтобы это наследство побыстрее получить. Сказка о трех поросятах. Ну, вот, ребяток, и вот так, собрал Сеся книф-ниф-ниф-ниф-ниф-ниф-ниф-ниф. И тут, ну, ну, на улице холодно, холодно. И вот приходит ну-нуф-нуф и говорит, слава, и два подозенка с Новым годом. Вот и сказочка такая. Вот, ребятки, вы прослушали веселую новогоднюю сказку про трех поросят. Мы будем ждать ваши писем, которые вы нам расскажете, кто вам больше понравился. Веселый ниф-ниф-ниф-ниф, забавный нафталк, забавный нафталк, или трудолюбивый нюф-нюф, с новым годином теперь. Съемка закончилась. Люди, как мне надоело 10 лет играть в свинью. А тебе вот кто больше нравится? Ниф-ниф, наф-наф или нуф-нуф? Вонялись ли нуф-нуф, который трудолюбивый. А тебе? А мне больше нравится наф-наф. Почему? А он не такой жирный. Дошли, дошли, мы на полюсе, дошли. Я сделал это. Слушай, надо будет доказать, что того, что вы здесь были, оставить что-нибудь. Обычно оставляют там флаг, вымпел, ну что-нибудь. Ты взял что-нибудь, чтобы оставить на полюсе? Взял. Что? Тебя. Реклама. Здравствуйте. Меня зовут Модест. Вы меня уже знаете. И по-твоему любите. А я очень люблю рекламу. Я очень люблю рекламу. Поэтому Модест такой красивый. Поэтому я такой красивый и чистый. У меня все есть. Все у меня есть. У меня все есть. А семью у меня нет. Особенно детей. И что только Модест не делает, а детей у него нет. И что только Модест не делает, а детей у него нет. Нету детей. Нет детей. Ничего не получается. Ничего не получается. И теперь я знаю. Теперь я знаю почему. Модест сделал для себя важное открытие. Оказывается, мое любимое бактерицидное мыло не дает размножаться не только бактериям, но и мне. Грим – штука потрясающая. Уже доказано, что не труд, а именно грим сделал из человека артиста. Примеры, как видите, налицо. Новогодний прикол мы решили организовать по-домашнему. И выбрали для этого нашего художника-гримера. Вот, кстати, она сама пока еще ничего не подозревает, ни о чем не догадывается. Дед Мороз так Дед Мороз. Чтобы такой был Дед Мороз, которого не было никогда и нигде. Очень серьезно. Нужен очень хороший грим. Нужно сделать Деда Мороза. Попробуем? Давай. Тетю Инну будешь слушаться? Лапочка, сейчас тебе оденем это. Помогите, ты делай. Не бойся, не бойся, иди сюда. Хорошая собачка. Давай. Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз. Хорошая, хорошая лапочка. Умненькая, а главное умненькая, красивая. Ой, красавица. Ой, красавица. Дед Мороз. Красавица, красавица, лапочка. Как думаешь, получится прикол? Конечно. Оля, тебе надо будет сделать такую штуку. Надо шпильками не приклеишь ее. Шпильками. Не за что. Да. Классно? Да. Вот именно, мой, хорошая. Хорошая. Нет, вот. О, вот, хорошо. Все. Значит, башкой понятно, будет держаться. Инна, у меня есть один интимный вопрос. Все-таки она девочка. А Дед Мороз мальчик. Ты не догадываешься? А по гримерной части? А? Что можно придумать? Кроме красного носа ничего. А, ну, покажи. Подожди. Что это? Нос. Каждый нос. И что? Чего ты просишь? Туда его? Ну. Как бы сделать, что явно, что Дед Мороз такой уж красный нос. На лапочке. Нормально, хорошо смотрит. Хорошо, вот этот. Как это приделать только туда? Тоже на веревочке? Да, ребята, вот здесь есть скрепочки, пускай они веревочку сюда. Вот, вот они. И туда и одевается так же, как борода. Да. Правильно. Вот если бы ты шла по улице, вот такая стояла собака. Все бы хотели бы. Вот как она будет стоять? Ну, вот и все. Вот такой Дед Мороз. Вот и замечательный. Спасибо, лапочка тебе. Умница. Вот, на что у тебя золотые руки, мать? Что даже собаку можешь загримировать? Собака в автобусе? Я ей там бороду надела. Там надела. Кого? Собаку. Бороду там одень, что у нас с бородой будет ехать. И носик не забудь. Что? Что такое? Харшицы. Что такое? Послесловие. Ну, как говорится, с Новым годом. Да не просто с Новым годом, а с 2000-м годом от Рождества Христова. Господи. Что это такое? Это что, второе пришествие Христа? Неа. Просто у него сегодня день рождения. Отмечают. Ох, я... Что это такое? Что это такое? Если в Христа похоже... Что это дело? Неа. Лишь во сне Прошел почтовый ящик, открываю две газеты, писем нет